Но опять же, эту стратегию должны решать сейчас кандидаты, которые выдвигаются по берегу. А ни в коем случае не должны именно партии, которые вообще не имеют ничего общего, скажем, с господином Востоянного. Они просто поддерживают этого кандидата, он не означает, что он является выдвиженцем этой партии, и что эта партия должна за него решать, с кем общаться, потому что это неправильно с точки зрения ни юридической, ни политической. Вывод напрашивается, что... Ну, несмотря на это, вы уважаете господина кандидата. Я господин... А он сегодня сказал, я не политик. И я не исключаю, что даже в этом дискурсе, который был, его просто чуть-чуть переиграли по поводу высказываний, которые... Но господин кандидат сказал, что он выступает за европейскую интеграцию. Да, и это тоже приятно было услышать. На платформе партии социалистов мы слышим, что выдвигается кандидат, что будет поддержан кандидат, который поддерживает... Я смотрел на выражение лица господина Додона. Ну, и господин Додон был министром экономики в правительстве, которое разработало парам совместных действий Республика Молдова и Евросоюз, который очень тщательно внедрялся. Но это не помешало господину Додону развернуться на 180 градусов и стать великим социалистом. А господин Додон в последнем интервью в настоящем времени сказал, что он не против европейской интеграции? Ну, конечно, он не против. А когда он был против? Ну, с условиями. Из всего этого напрашивается вывод, что названные потенциальные кандидаты, лидеры политические, кандидатуру Стояногла не поддержат. Вы не исключаете, что в таком случае господин Стояногла скажет, ну, раз никто кроме социалистов не поддерживает, то я баллотироваться не буду. И обратно выдвинется господин Додон. Тем более, что согласно уставу партии решение выдвижения кандидатов, сегодня это отметил Валерий Паша, решение выдвижения кандидатов по уставу принадлежит Республиканскому совету партии. У них 13-го. Да, а в данном случае выдвижение было сделано исполкома. Это предложение, как я понимаю, которое пойдет для совета уже в субботу, 13-го. Потому что, опять же, господин Додон сказал, что будет отрешено. Положение устава партии действительно для настоящих партий, которые являются автономными. Когда тебя с богом финансировали, практически в открытую, это все вскрыли, до сих пор никто не ответил, не говоря уже о других нарушениях нашего законодательства, в смысле финансирования партии и так далее. То для такого рода партий тот, кто финансирует, кто контролирует, кому они служат, тот и решает. И там решили. Додон очень хотел баллотироваться. Очень хотел. А вы не исключаете вот этот вариант, что ему еще дадут баллотироваться? Дадут баллотироваться. Это только в том случае, если Стояногла выйдет по собственной инициативе из этой президентской гонки и отозовет свою кандидатуру. Но это маловероятно, учитывая, что было сделано официальное заявление. Навряд ли это является реалистичным сценарием. Поэтому там все уже решено. Ну, фактически.